На еврите первый стих Библии звучит так «Бращит Бара Элохим», что означает «Вначале Бог сотворил». Мы рассмотрим значение его имени, Элохим, в этой важной программе «Узнавая еврейского Иисуса». Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Равина Шнайдер «Слово вступает в действие и буквально изменяет жизни людей». «Точно так же, как Господь сказал Слово, и были созданы земля и небо, Он сказал, да будет свет и стал свет. Точно так же, всякий раз, когда Слово Божие проповедуется в Духе и Истине, оно приносит сверхъестественные изменения и преобразует жизни тех, кто его принимает. Поэтому примите сегодня Слово Божие, и пусть оно вас изменит и укрепит. У нас сейчас особенная серия программ. Я назвал ее «Божие имена завета». Это вторая программа этой серии. Прошлую я начал с самого первого стиха, первой главы Библии. Большинству из вас хорошо знакомы это место. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В этом месте в Иврите, на месте Слова Бог, стоит Слово Эллохим. То есть, буквально, здесь сказано «Вначале Эллохим сотворил небо и землю». Как я уже говорил, Эллохим — это форма множественного числа, Слово Эль. Даже язычники называли своих богов Эль. Для чего же в Еврейской Библии, в Книге Бытия, стоит Эллохим во множественном числе? Потому что суффикс «им» выделяет Слово и делает его более значимым. Слово приобретает более важное значение, чем в единственном числе. Итак, во-первых, в Бытии первой главе первом стихе стоит Слово Эллохим во множественном числе, чтобы подчеркнуть, что это не просто один из многих богов, но один единый бог, и потому что бог многомерный по своей природе. Его личность состоит из трех ипостасей — Отца, Сына и Духа Святого. Внутри божества существуют отношения. Сын всегда был в лоне Отца. Бог есть любовь, а у любви всегда должен быть объект. И Сын, находящийся в лоне Отца, вовеки является объектом любви Отца. И в Бытии первой главе мы читаем «Создадим человека по образу и подобию нашим». Это 26 стих. Кому он обращается, говоря «по подобию нашим». Он обращается к своему Сыну, который на его лоне. Опять-таки, в начале «Эллохим» — это говорит о многомерной природе Бога, Отец, Сын и Дух Святой. «Эллохим» — на самом деле не личное имя Бога. Это описательный титул. И только в Исходе, в 3 и 6 главах, Бог впервые открывает свое имя Завета. Он говорит Моисею в Исходе 3 главе «Я есть существующий». Это имя мое вовеки. И затем он продолжает в 6 главе. Он говорит Моисею в Исходе 6 главе, 2 и 3 стихах. «Моисей, я открыл себя твоим праотцам Аврааму, Иссыаку и Иакову, как Эль-Шадай, но они не знали меня по имени моему Яхве». Бог в этих главах открывает нам свое имя Завета. И с того времени возлюбленные. Любой автор книги в Еврейской Библии, кто знает Бога лично и имеет с Ним отношение, взывает к Богу по Его имени Яхве, начиная с Моисея. Это Еремия, Иезекииль, Осия и другие авторы книг Ветхого Завета. Они называли Бога, Его священным именем Завета. Имя Яхве используется в Ветхом Завете свыше 7 тысяч раз. Для чего я вам об этом говорю? В традиционном еврейском мировоззрении царит мысль о том, что священное имя Бога Яхве настолько священно, что его нельзя произносить. Они намеренно вставляли самые разные гласные звуки между священными четырьмя буквами имени Бога, чтобы язычники не знали, как произнести имя Бога. А я напомню, что эти буквы «Ют», «Хей», «Вав», «Хей» — это четыре буквы. Я сразу хочу сказать, что я испытываю уважение к моим братьям и сестрам евреям. Да, они считают, что мы не должны произносить священное имя Бога Яхве. Я лично имею другое мнение по этому поводу, потому как в Библии мы видим употребление Божьего имени Завета более 7 тысяч раз. Те, кто молились к нему после Моисея, они все с трепетом и любовью называли его по имени, называли его Яхве. Но еврейское мировоззрение гласит, имя Бога священно, его нельзя произносить. Они пытаются оградить имя Бога от того, чтобы его использовали язычники. Они считают, что если язычники узнают священное имя Бога, они станут богохульствоваться. Поэтому, когда древние книжники записывали священное имя Бога Яхве, состоящее из четырех еврейских согласных, ют, хей, вав, хей, они ставили ударение над каждым гласным, чтобы запутать язычников, которые будут пытаться произнести личное имя Бога. Я объясню это подробно, потому что вы могли не совсем понять, что я имею в виду. В английском языке у нас есть согласные звуки и гласные звуки. Думаю, все вы это знаете. Согласные — это j, k, b и так далее. И также у нас есть гласные звуки, это а, о, у, и. Итак, у нас есть согласные и гласные звуки. Если бы между согласными не стояли гласные, мы бы не знали, как их произносить. К примеру, если это согласные r и n. Есть слово rin, есть слово ron, есть слово ren и ran. Гласный звук между двумя согласными показывает нам, как произносить данное слово. Если это слово ren, то между r и n нужно поставить букву a, но в еврейском языке нет гласных. Для того, чтобы показать, как нужно произносить согласные звуки в словах, они ставят различные ударения и апострофы над согласными. Они указывают на то, что нужно произносить данный согласный. Древние иудейские книжники намеренно ставили эти ударения не на том месте, чтобы запутать язычников, чтобы они не знали, как произнести священное имя Бога Отца. Это одна из причин, почему мы зачастую сталкиваемся в церкви с произнесением имени Бога, как Иегова, несмотря на то, что его настоящее имя – Яхве. Мы все слышали песни об Иегове Ире. Мы поговорим об этом имени сегодня. В песне поется «Иегова Ира – мой обеспечитель. Благодати твоей довольны для меня». Наверняка кто-то из вас помнит эту славную старую песню. Но Иегова на самом деле не является именем Бога Отца. Нет такого Бога по имени Иегова. Но язычники стали называть Бога Яхве и Яговой по двум причинам. Во-первых, древние иудейские книжники намеренно ставили неправильные знаки над согласными в имени Бога. И вторая причина. Язык со временем претерпевал изменения. И появились гласные. В древнем еврейском языке не было звука «джей». По-английски мы говорим «Джехова». А тогда звука «джей» не существовало. И даже слово «Израиль» в те времена произносился как «Езреэль». Это звук между «Е» и «Я». Если говорить о столице Израиля, то на английском мы говорим «Джерусалэм». А в оригинале название города звучит так «Иерушалайм». С годами язык менял формы и добавился звук «Джей». Итак, оригинальное личное имя Бога, Яхве. Но причина в том, что иудеи-книжники ставили неправильные знаки над согласными для того, чтобы запутать язычников, дабы те не богохульствовали. А также, как я сказал, потом в языке появился звук «Джей», тогда как в оригинале столица Израиля произносится как «Иерушалайм», а не «Джерусалэм», как в английском языке. Поэтому языческая церковь начала обращаться к Богу «Джехово», в русском мы говорим «Иегово», тогда как вначале это было «Яхве» с придыханием. Стоит также отметить, что мы не можем быть уверены на все сто процентов, что священное Божье имя произносится как «Яхве» с придыханием, потому что у нас нет оригинальных знаков над согласными. И веками никто не произносил истинное имя Бога. Но большинство семитских ученых, изучающих древний еврейский язык, сходятся во мнении, что имя Бога нужно произносить именно так, «Яхве» с придыханием. После короткого перерыва мы продолжим с вами наш разговор. Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле, я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование?» Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась, наше служение. Вы получите награду на небесах. Мы возвращаемся к сегодняшней проповеди. Я продолжу. Давайте поговорим об имени Бога, связанном с Его действием, с целью спасения Его народа, о разных случаях употребления имени Яхва. Когда имя Яхва шло в сочетании с Его действием, с целью спасения Его народа, вам сейчас все станет ясно. Мы приступаем к первому заветному имени Бога, когда имя Яхва сочетается с какой-то Его конкретной функцией. Мы приступаем к изучению Божьего имени завета, Яхва и Ира. Мы посмотрим 22 главу Бытия, 14 стих. Мы увидим имя Бога, которое выражает Его спасительное действие в народе, состоящем в завете с Ним. Какова наша цель? Сугубо образовательная? Нет. Но когда вы увидите цель, с которой Бог сочетает свое имя завета, и что Он делает для тех, кого Он назвал своими, вы сможете довериться Ему. Есть сферы, в которых мы можем надеяться на Бога. Мы можем надеяться, что Бог даст нам какую-то определенную работу, дарует нам мужа или жену, или дарует какое-то другое конкретное благословение. Порой мы не знаем, что именно сделает Бог. Мы можем молиться и уповать. Мы знаем, Бог любит нас. Но есть сфера, в которых мы можем быть полностью уверены, что Бог это сделает для нас. И это напрямую связано с Его именем Завета. В сочетании с именем Яхве, Он дает нам вторую часть Его имени, показывая на то, что Он обязательно исполнит для нас, Его детей. Предлагаю вам открыть Книгу Бытия, 22 главу, 14 стих. Там сказано, «И нарек Авраам, имя месту тому, Иегова Ира». Посему и ныне говорится, «На горе Яхве усмотрится». По вышеперечисленным причинам, в связи с переменами, произошедшими в языке, церковь произносит имя Бога Яхве Ира, как Иегова Ира, на английском «Джахова Джайра». Это неправильное произношение имени Бога. Я не хочу, чтобы вы гордились, узнав, как звучит имя Бога на иврите. Многие люди, научившись правильному произношению имени Бога, смотрят на тех, кто этого не знает, сверху вниз. Это не моя цель. Я не хочу, чтобы кто-то над кем-то превозносился. В Библии сказано, что знания надмевают. Поэтому церковь, давайте не будем использовать полученную информацию для того, чтобы использовать ее как оружие против тех, кто, возможно, не имеет таких познаний. Пусть то, что вам откроет Бог Отец, служит для того, чтобы вы могли служить другим, созидать и проявлять к ним любовь. Не стоит насмехаться над теми, кто неправильно произносит имя Бога. Давайте запомним, что правильно говорить не «Ягова Ира», а «Яхва Ира». Господь усмотрит, позаботится. Когда Бог называет Себя «Я твой обеспечитель», я хочу, чтобы вы знали, что это касается абсолютно каждого Божьего ребенка. Бог Отец всегда обеспечит вас всем необходимым. В Новом Завете Павел говорит «Бог Мой да восполнит всякую нужду вашу». Разве не об этом говорит Его имя Яхва Ира? Бог Мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. Разве не об этом говорил Иисус, когда произнес «Не забудьтесь о том, что вам есть и что пить, потому что Отец ваш Небесный знает обо всем этом». Если Он одевает полевые лилии и кормит малых птиц, разве не позаботится Он о детях своих? Обо всем этом заботятся язычники. А вы не тревожьтесь об этом. Почему? Потому что ваш Бог — Яхва Ира. Я знаю, что порой мы находимся в жизни в столь сложной ситуации, что нам трудно верить, что Бог даст все необходимое. Я хочу вас призвать в момент, когда мы сталкиваемся со страхом, сомнением, неверием, в момент острой нужды, напомнить себе, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, и что у вас есть Отец в небесах. И Он всегда на вашей стороне. Послушайте, Яхва Ира всегда будет вашим Господом. Бог всегда будет вашим Отцом, который даст все необходимое. Ухватитесь за это откровение, и пусть это не будет просто знанием, но станет откровением. Когда мы пред лицом страха, сомнения, неверия, мы должны начать с верой благодарить Бога за то, что Он наш, Яхва Ира, и Он позаботится. Я думаю, вы понимаете, что я не имею в виду, что Он исполняет любой наш каприз. Но все, в чем мы действительно нуждаемся, Он нам даст. Давид говорит, «Я не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Вы можете быть уверены, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. У вас всегда будет пища, и всегда будет крыша над головой. Бог позаботится о нас с вами. Возлюбленные. Бог позаботится о своих детях, и Он желает, чтобы мы доверились Ему. Послушайте, это касается каждого, кто является ребенком Бога и состоит с Ним в отношениях Завета. Это одно из Его действий как нашего Спасителя. Он всегда будет вашим обеспечителем, вашим Яхва Ира. Я не успею сегодня раскрыть тему до конца, но я хочу поговорить сейчас о втором Божьем имени Завета. Давайте откроем книгу «Исход», 15 глава, 26 стих. Мы поговорим об имени Бога Яхва Рофака, или «Яхва Рофи». Давайте вместе прочитаем «Исход», 15 главу, 26 стих. «Моисей и дети Израиля находятся у вод Миривы. Эти воды сделали их больными. Моисей говорит с Господом, и Господь отвечает ему, и сказал, «Если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я Господь-Целитель твой». На языке оригинала «Яхве Рофи» или «Яхве Рофака». Я Господь-Целитель твой. Я приглашаю вас и призываю не пропустить нашу следующую программу. Мы проникнем в откровение о том, как Бог восполняет всякую нужду нашего тела и сохраняет нас в здравии. Я знаю, есть масса вопросов, касающихся божественного исцеления, вопросов, относящихся к исцелению тела через сверхъестественное вмешательство Бога. Вас ждет очень важный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Если вы знаете кого-то, кто болен, пригласите их присоединиться к следующей программе. Мы поговорим о действии Бога Завета. Мы можем положиться на Него, потому что Он, Господь, Целитель наш во имя Иисуса. До встречи на следующей неделе. Я хочу сказать, что над вами Знамя Господа. Это имя вашего Отца. Он покрыл всю вашу жизнь Своим именем. В Его имени Он обеспечил нас всем, в чем мы когда-либо будем нуждаться. По мере продвижения в этой серии проповедей, каждый из вас сможет понять, что имеет в виду Новый Завет, говоря, что во Христе мы все совершенны. Благодать Яхве довольна для вас. Если вы знаете Его имена и доверяете Ему, вы будете иметь больше свободы. В первой книге Царств, 2 главе, 30 стихе, мы читаем слова Бога. Прославляющих Меня Я прославлю. Бог сказал, прославляющих Меня Я прославлю. Это касается и еврейского народа. Бог сказал Моисею, благословляющих тебя Я благословлю. Я верю, что на моей жизни и на этом служении есть сверхъестественное призвание. Я верю, что посеяв это служение, вы получите намного больше. Ваш финансовый вклад свяжет вас с помазанием, которое почьет на этом. И вы будете по-настоящему благословлены. Поэтому, возлюбленные, я прошу вас сделать сегодня ваш финансовый вклад в это служение в программу «Узнавая еврейского Иисуса». Я уверен, что вам воздастся мерой добрую и утрясенную. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Здравствуйте, Равин Шнайдер. Меня зовут Виктория. Мы с родителями очень любим смотреть ваши передачи. Я считаю вас своим другом и хочу однажды встретиться с вами лично. Если со средней школы у меня были проблемы с беспокойством, то после того, как я пригласила Иисуса в свою жизнь, я больше не страдаю от приступов беспокойства. Тревожусь лишь иногда немного. Спасибо, что помогаете мне и моим родителям больше узнавать о Господе. Ваша программа вдохновляет. Люблю вас. Виктория из Массачусетса. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам. И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на Мой народ, и тогда Мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица Своего. И будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое. И да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Не пропустите следующий выпуск программы. Мы поговорим о Божьем имени Завета Яхве Рофека. И о том, почему мы можем доверять Богу как нашему целителю. Бог дал нам все необходимое, чтобы мы жили победоносной жизнью. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровений». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.